Лидия Ивановна Константинова посвятила свою жизнь благородной и нужной профессии. Долгие годы работала старшей медсестрой на Щёлковской станции переливания крови. В лучшем, по её словам, коллективе. Мне кажется, лучших людей на свете нет. Это люди-труженики, это люди особой какой-то породы. Когда нужно выехать куда-то, заготовить кровь, они, несмотря на то, что это выходной, они собираются без разговоров и едут. Сегодня Лидия Ивановна и её коллеги принимают поздравления. С Днём медицинского работника коллектив и руководство станции переливания крови поздравили от партии «Единая Россия» депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и заместитель председателя Совета депутатов округа Анатолий Андронов. Парламентарии вручили медикам благодарственные письма, отметили, насколько важна профессия людей в белых халатах, насколько сложен их труд, особенно сегодня, в период пандемии коронавируса. Нарушил нормальный ход жизни, вынёс изменения в наш образ жизни. Наверное, как это говорят, во многом навсегда некоторые вещи изменил. И вы на переднем крае борьбы с этим явлением. Со словами благодарности глубочайшие за вашу очень сложную и очень нужную работу. Тем более, в такой период, когда вы практически на боевом посту находитесь. В день встречи с сотрудниками руководством станции переливания крови Владимир Шапкин обсудил с коллективом разные вопросы. В частности, тему приближающегося голосования по поправкам в Конституцию. Он рассказал, как будет проходить процедура плебицита. Голосование с 25 по 1, то есть целая неделя, в удобное время, в удобном у вас участке, порядок записи тоже определён. Соблюдением всех необходимых норм безопасности для людей, форм, это можно на участке, это можно выездное. Обсудили и вопрос оснащения учреждения. Сегодня станция переливания крови нуждается в новом специальном автомобиле, чтобы осуществлять выезды для забора крови. Это наказ избирателей, это та проблема, которую можно решить через бюджетные деньги, которые выделяются депутату для выполнения его обязанностей на территории избирательного округа. Я этот вопрос рассмотрю при формировании бюджета следующего года. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щёлковское телевидение.